Друзья, вчера позвонила женщина и попросила помощи для собаки с открытым переломом. Разумеется, я не могла не откликнуться. На фоне всех этих чудовищных разборок, стройки, переездов, ругательств, жизнь животного остаётся всё равно на первом месте. Плюнув на всё, я отправила машину. Сама, к сожалению, поехать не могла. После всех этих нервотрёбок очень плохо себя чувствую. Но суть не в этом. Собаку мы забрали. Иди сюда, мое солнышко, иди. Ты, мамина, не бойся, я тебя не обижу. Не бойся, моя красавица, я тебя не обижу, солнышко. Иди сюда, Сайка. Не бойся, никто не обидит мою девочку. Иди, я тебя поглажу. Иди. Не бойся, я тебя просто поглажу. Маленький мой. Ничего. Всё будет хорошо. Да, котик? Всё будет хорошо. Не бойся, мое солнышко. Ну, как тебя зовут? Как мы тебя назовём? А когда уже погрузили её в машину и хотели уезжать, женщина сказала, что у них на территории ещё лежат две собаки, которых облили смолой. Разумеется, сердце припыхнулось так, что когда мне сказали, что они там лежат, я попросила срочно их забрать. Собак отвезли в клинику, в клинике их осмотрели, сказали, что обстричь невозможно, что надо что-то думать дома. Так собаки приехали ко мне. Приехали в одиннадцатом часу уже из Липецка в грязи. И до трёх ночи, ребята, мы отмачивали этих собак растительным маслом, потом смывали шампунями, потом опять отмачивали растительным маслом. И если кто-то скажет мне, что это ерунда, тому я советую постоять раком четыре часа, надышаться криозотом с одной только мыслью — спасти животное. И собаку по-хорошему надо было помыть ещё пару раз. К сожалению, силы не те. Шестьдесят один год — это не двадцать. Поэтому, ребята, сделала, что могла. Благодарю моих соседок. Позвонила, пришла Наташа, пришла Люда. Замечательные, чудесные женщины, которые помогли мне справиться с двумя собаками. Иначе я бы не смогла, свалилась бы вместе с ними в эту ванную. Весь тот ад, который происходил за эти четыре часа, ребята, он у вас перед глазами. Собак отпаиваем сейчас козьим молоком. Животные тяжёлые, отравления тяжёлые. Насчёт капельницы врач сказал, надо смотреть по их состоянию. Если кушают, не капать. Собаки сегодня к вечеру начали немного кушать. Возможно, подействовало молоко. Пока вот такие дела, ребята. Пока. Я очень надеюсь, что все вот эти, честно скажу, тяжёлые часы, что они были потрачены не зря. Добра вам всем, ребята. Если кто-то из вас захочет отозваться и помочь нам, буду искренне благодарна. Спасибо всем, друзья, кто отзовётся. Спасибо вам. Доброго здоровья вам и всем вашим родным и близким. И в то же время он какой-то застывший, как асфальт. За ушками потри её, у неё там жёсткая. Давайте мы сейчас обстрелём. Сейчас мы вот это немножко снимаем, мне всё равно на голову придётся встреча. Естественно. Лапки надо проверить. Маленькие мои. Ты красивая. Сейчас поможем тебе. Представляешь, какой яд у неё впитался в кожу? Конечно. Он разъеден, видишь, вот. Всё, он прямо какие, где шеи, там дырки, тоже такие же. Конечно, он ядовитый. И видно, что она рожала, видишь? Он был горячий. Он был горячий, вот так. Это пластом вся спрессованная. И она уже вялая, потому что, скорее всего, отравление у неё идёт. Но она ещё диковатая. Сейчас принесём ошейничек, чтобы можно было её взять. И поводок, скажи, на столе лежит. Иди сюда, малыш. Ребят, это вообще пипец. Не бойся, маленький, не бойся, иди сюда. Иди сюда, иди. Иди сюда, малышка, иди сюда. Так, за хвост вообще, ребят. Он каменный. Одни сосульки. Да блин. Дай-ка я залезу. Не бойся, маленький. Не бойся. Да не бойся ты, ребёнок. Тихо ты, сейчас. Сейчас возьмём ошейник, сейчас тебя по-другому завяжем. Ребят, всё спрессовано. Всё спрессовано. Не знаю, как отмывать будем, но это каменные сосульки висят. Всё, как иголки торчат. Вот это всё каменное, как иголки. Ну подожди, малыш. Сейчас мы тебе оденем ошейничек. Она вообще вся никакая. Мальчик, девочка не посмотрела. Девочка, сиси. Девочка тоже. Ребят, вот это с собаки. Видите? Вот это всё. Это всё с собаки. Это мы её залили маслом. Но, ребят, как назло, у нас масло закончилось. Сейчас звоню соседям, ищу масло. Да. Масло надо. Всё, масло кончилось. У нас хватило. Только на жопку для пробы намазали. Господи, да что ж у меня руки-то не работают. И сразу шёрстка мягкая стала. Вот этот кусочек мягкий. Всё остальное спрессовано. Это всё надо отмакивать. Ребят, это... Я не знаю, что это. Это жидкий асфальт. Или что это такое. Позвони, пожалуйста. Может... Или мазута. Непонятно что. Но оно всё. Ты посмотри, оно колом стоит. Колом, видишь? Всё, здесь как иголки стоят. А вот здесь уже всё мягко. Ай, ёшкин кот, масло. Я разбудила тебе, да? Масло есть? Срочно. Есть масло подсолнечное? Любое. Ждём. Сейчас соседка принесёт масло. И мы продолжим его обтирать. Ребята, что сможем, ототрем маслом. Что нет, обстригём. Это ужас. А эта малышечка уже вон. Ей полегче. Ей досталось меньше. Давай водичку и корм ей поставь. Не бойся, малыш. Не бойся. Ой, ты мой хороший. Сейчас будем мыть. Сейчас будем мыть. Сейчас приведём порядок. Ребята, это что-то. Представляете, сколько на нём этого дерьма. Это всё надо смывать. Всё смывать. Ждём масло. Козье молочко пьёт. Мы ей дали передохнуть. Съездили в магазин ночной. Купили масло. Пять бутылок? Да. Отлично. Так, сейчас купили масло. Сейчас пойдёт второй раунд. Сейчас ребёнок отдохнёт. Мы сняли повязку. Она, наверное, поняла, что ей не обижают её. По крайней мере, молчит, разрешает себя гладить. Уже не скалится, не кусается. Сейчас напьётся молочка, а мы продолжим её купать. А потом сразу положим на капельницу, ребята. Сейчас, моя хорошая. Напьётся молочка, и мы продолжим купание. Сейчас опять обольём ребёнка маслом. Смотрите, какая шёрстка стала хорошая, видите? Да, это уже половина отмокла. Сейчас у нас сосульки остались на животе и на лапах. Спинку мы отмыли, шейку отмыли. Но всё равно натрем ещё раз маслом, чтобы убрать лишнее где-нибудь. Сейчас она должна отдохнуть, она очень устала. Плюс сейчас напьётся молочка, а козье молочко, оно ей поможет внутри. Потому что ребёнок отравленный 100%. И, ребята, сразу говорю, слишком много яда впиталось ей в шкуру. Мы не знаем, выживет ребёнок или нет, но мы сделаем всё возможное. А эта малышка спит. Всё. Ну всё, малышка. Пусть она чуть-чуть отдохнёт. Попьёт молочка ещё. Пусть попьёт. На, девочка. Пей. Пей, моя хорошая. Моя девочка. Пей. Пей, солнышко. На кого я похожа, я снимать не буду. А что, классная я. Сядь, чёрт знает в чём. Да, ребята. Лохматая душа в действии. И присутствующие. Сделай ручку вот так, Наташ. Ну что, моя хорошая, ты устала? Ребята, она уже стоит и глазки закрывает. Она устала. Она очень устала. Ну всё, ребята, мы продолжим её сейчас мыть. Потом сниму ещё раз. Итак, друзья, вторая часть маргезонского балета. Ой, господи. Вот это мы смываем сейчас, девочки. Повторно. Всё заливаем маслом. И все лапочки. Животики, передние лапки. Хвостики. Это всё у нас растительное масло. Кстати, очень хорошо смывает. Кстати, очень замечательно просто. Так. И вот это всё стекает. Господи, ребята. Я думала, мы уже всё смыли. А как оказалось, нет. Ну ладно, сейчас повторно. Потом ещё будет третий заход. Тихо, малыш. Тише. Снимай. Слушай, вот здесь, знаешь, я не дашу тут. Вот тут, смотрите мои пальцы. На. Масло тут. Мне кажется, надо смыть, пока масло не впиталось с этой гадостью. Слышишь? Мышку вы намочили. Вот тебе вот. Да. Ну что? Всё, размочили? Давай смоем потом ещё раз. А чем мы будем мазать ещё раз? Здесь масла больше нет. А что же у нас есть? Подожди. Подожди, малыш. Подожди. Подожди. Подожди, малыш. 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 Ты был хороший. Такочка маленькая. Улечка. 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 Друзья, это наши, наши девчонки. Наши хорошие девочки, красивые. Горят, горят, горят. Так, сейчас молочко принесём. Моё солнышко. Мамина девочка. Носы горячие. Горячие носики. Мои хорошие. Сейчас купаться опять пойдём. Сейчас пойдём опять купаться. Состояние у собак тяжёлое. Тяжёлые ребята. Они отравлены. Только отпадевать козьим молоком. Ну что, попила молочко? А ты, солнышко, попей. Попей, моя девочка. Пейте молочко, мои хорошие. Пей, солнышко. Ничего, ребята. Стены всегда можно отремонтировать. А вот спасти жизнь это гораздо сложнее. Я сейчас молю Бога, чтобы дети выжили. Ой, маленький. Судебные исполнители прошли. Животных мы всех вывезли. Никого нет. Сейчас составляется заключительный акт. Ребята, наша эпопея на этом заканчивается. Осталось вывезти стройматериалы. И из клиники забрать ещё двух котят. Мамы. Всё, друзья, эпопея закончена. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»